Торт-выручалочка, который покорит всех. 20 минут его на столе. Поехали! Всем привет, друзья! С вами Олег Лейман на канале Найди свой рецепт. Сегодня вместе с вами мы приготовим долгожданный торт, который вы меня просили. Я его исполнял на стриме. То ли банановый его назвать, то ли пряничный. В общем, мне он очень нравится, потому что он обалденно вкусный. Готовится просто и легко. Нам понадобится 600 грамм пряников. У нас зебра. Можете брать пряники по своему вкусу. Три банана и 700 грамм сметаны 25% жирности. Мы ее отвесили заранее, чтобы вся лишняя жидкость из нее вышла. Она нам ни к чему. Алгоритм действий очень простой. Первое, что мы начинаем делать, подготавливать пряники. Нарезаем пряники таким образом, чтобы было удобно выкладывать в емкость пряники. У меня емкость небольшая, поэтому я нарезаю, как мне удобно. Вы уже смотрите сами. С пряниками разделали. Сейчас беремся за бананы. Избавляемся, естественно, от шкурки, от кожуры. И нарезаем кольцами. Не сильно тонко. Так, чтобы они чувствовались. Бананы, в смысле, в торте. С бананами все. Беремся за сметану. Вся лишняя жидкость уже вышла. Она давно у нас отвешена. Сейчас я вам покажу консистенцию, какая она у нас должна быть. Она достаточно густенькая. Такая часа три, наверное, мы ее отвешивали. В общем, сейчас нам понадобится миксер. И немножко ее взобьем. Не сильно. Сметанка получилась такая достаточно воздушная. Вообще, если хотите добавить сахар, то лучше всего добавить грамм 50 именно сахарной пудры, а не сахаром. Вообще, я считаю, что достаточно сахара в пряниках и в банане, поэтому я этого делать не буду. Я ныне избегаю сахара, хочу здоровья, чтобы было крепкое. Сейчас мы взяли удобную емкость, ее обтянули пищевой пленкой. Вообще, если нет, то можно простой пакетик, чтобы было удобно выкладывать. И выкладываем аккуратненько торт. То есть, плотненько стараемся выкладывать. Дно торта, это даже еще не торт. Торт это будет в конце. Это то, что у нас получится. То есть, выложили слой, далее наносим сметанку. Лопаточкой размазываем, а вилкой очень удобно уплотнять. Потому что нам важно, чтобы все здесь плотненько было. Чтобы вот этот крем, он хорошо впитался в пряники, и все было мягкое. Ничего сухого не было. Далее выкладываем слой банана. И тоже сверху наносим крем. И так слоями выкладываем торт. Вот так вот очень быстро, просто и легко мы выложили торт. Хорошенько его уплотнили. А теперь закрываем его пищевой пленочкой. Таким вот образом, аккуратненько. И убираем в холодильник на некоторое время. Ну, лучше часика на 4. Можно, в принципе, на 2. Чем больше, тем он лучше пропитается. Пока наш тортик пропитывается, мы тем временем приготовим крошку для украшения торта. Это вот оставшиеся прянички. Возьмем вот такой вот инструмент. И хорошенько вот так вот их подарим. Вот так вот их прямо, чтобы крошечка такая вот получилась. Чтобы они были рассыпчатые. Это очень просто. Вот так вот их прямо. Сделали из пряника мелкую крошку. И переходим к шоколадной глазури. Но прежде я хочу вам напомнить, что вот прямо ты, и ты, и ты, и ты. Вы все сейчас смотрите канал Найди свой рецепт. Ребят, пожалуйста, поставьте лайки, напишите добрые комментарии. Подписывайтесь на канал, если вы не подписали. Ссылочка находится внизу в описании. Многие спрашивают, как найти ваши рецепты. Это на самом деле элементарно, просто. Абсолютно в любом поисковике пишите Найди свой рецепт, словосочетание. И добавляйте тот рецепт, который хотели бы увидеть. Видите, он сразу же выпадет. Мы переходим к глазури. То есть она делается проще некуда. Столовая ложка сахара. В принципе, всех ингредиентов мы берем в равное количество приблизительно. Какао столовая ложечка. Столовая ложка молока. Обыкновенного. И сливочное масло. Сейчас все это дело размешиваем. Превращаем в однородную массу. Далее ставим на плитку на самый-самый маленький огонь. Потому что нам надо, чтобы все равномерно растопилось. Никуда не отбегаем. Ни в коем случае помешиваем. Кстати, мешать удобнее будет венчиком. Прошло минуток пять буквально и все готово. Как только шоколад поменял цвет, то есть он стал такой более темный. И масло там растопилось. И это получилась однородная такая смесь. Значит, все готово. Вазурь вот так вот она. Плюется вот такой консистенции. Густенькая. Час прошел. Желательно побольше. Но все равно он пропитался. Даже за это время. Выкладываем на тарелочку. Убираем тарелочку, пищевую пленку и оставшийся крем. У нас плотненький. Такой, кстати, даже в пищевой пленке. Его нужно немножко поуплотнять еще, если он недостаточно пропитался. Недостаточно плотный. Наносим крем для того, чтобы крошка нашей из пряников хорошо прилипла. Размазываем. Равномерненько. Завершаем шпаклевку торта. Блин, как я люблю тортики. Обожаю. И беремся за крошку. Это очень просто. То есть вообще можно взять вот такую перчатку. Классно помогает. Насыпаем сверху. Аккуратненько сбоку. И можно ручкой вот так вот немножко примять. Очень хорошо и легко прилипает крошка. То, что мимо сыпется, потом подберем. Это не страшно. Вот такой вот. Крошка замечательно. Очень хорошо прилипла. Удачно. Сейчас берем глазурь и аккуратненько украшаем. Вот так вот по кругу. В принципе, как получится. И замечательно. Вот такая вот красота у нас получается. Глазу тоже очень хорошо прилипает. Вот, дорогие друзья, какой итог у нас получился. Сейчас он стоял в холодильнике. И где-то минут 20 я его делал в общей сложности. Получается вот такая вот красота. Можно и на день рождения ребенку. В принципе, мне нравится этот торт. Вот, что он своей простотой можно хоть каждый день делать, радовать ребятишек. Вот такая вот прелесть получается. Дегустировать я его сейчас не буду в прямом эфире, потому что у нас будет небольшое застолье. Мы там его все вместе продегустируем. Он очень вкусный. Обязательно попробуйте. Пересмотрите видео с начала до конца. Приготовьте такой чудесный торт. Будете его готовить постоянно. Станет просто вашим постоянным любимцем. С вами был Олег Леймин. На канале Найдите свой рецепт. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, пишите комменты. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok